Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. В Кунгуре две городские школы закрываются на карантин. Учебный процесс в лицея номер один и школе номер 12 возобновится лишь с 1 марта. Превышение эпидемиологического порога с заболеваниями гриппом и ОРВИ в Кунгуре началось в конце января. Ситуацию постоянно мониторят как медики, так и педагоги. В школах и детских садах на карантин закрываются отдельные группы и классы. Сегодня стало известно о том, что руководители двух учебных учреждений приняли решение о приостановке образовательного процесса в своих учебных учреждениях. Остальные школы и детские сады города продолжают работу в прежнем режиме. В отделе записи актов гражданского состояния по простому ЗАГС кадровой перестановки, сообщает администрация города. Бессменный руководитель Фаина Петровна Семенова, занимавшая должность с 1995 года, по собственному желанию перешла на другую должность. В комитет ЗАГС Пермского края. С 21 февраля новым начальником назначена Юлия Валерьевна Довыденко, до этого возглавлявшая отдел правовой поддержки аппарата администрации города Кунгура. В Кунгуре откроется межрайонный онкоцентр. Минздрав Пермского края по поручению губернатора включил онкологию в приоритетное направление работы. В течение года в регионе планируется открыть семь межрайонных филиалов онкодиспансера. Первые три начнут работать уже в марте. В Кунгуре, Краснокамске и Чайковском. Еще четыре откроются в Березняках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске. Это делается для того, чтобы пациенты могли наблюдаться у онколога и проходить лечение на местах без необходимости посещения краевой столицы. Как обещают, в каждом филиале будет работать штатный онколог, занимаясь не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза. В связке с участковым терапевтом выявить заболевание в самом начале станет проще. К тому же это позволит сократить очередь на прием в краевую онкологическую поликлинику за счет отладки внутренней логистики. Работы по проектированию начнутся в текущем году. 23 февраля в День защитников Отечества в физкультурно-оздоровительном комплексе «Синий кит» пройдет турнир по баскетболу среди ветеранов спорта. К слову, спортивное мероприятие является традиционным. В этот раз пройдет 16-й открытый турнир по баскетболу. Торжественное открытие пройдет в 11.30. Предварительные игры состоятся накануне 22 февраля в 17 часов. Вход для болельщиков и зрителей на трибуны свободный.